Друзья, я приветствую вас на новом курсе «Предназначение в матрице судьбы». Возможно, вы помните, что в своих видео я говорила о том, что матрицу судьбы лучше разбирать комплексно. Это даст нам гораздо более полную картину жизни человека. Я являюсь сторонником того, что нельзя исследовать отдельные точки в матрице человека, чтобы рассказать ему о его жизни. Достаточно часто можно получить вырванный из контекста результат. Каждая энергия трактуется достаточно многогранно. И чтобы у конкретного человека понять, о чем именно говорит его определенная энергия, нам необходимо смотреть его комплексно. Чтобы, исходя из набора всех его энергий, понять, в чем реальная причина того или иного. Я хочу напомнить вам, что матрица судьбы – это классный инструмент самопознания, который позволяет нам разложить нашу дату рождения и как бы вскрыть все те энергии, из которых мы состоим. А также в целом раскрыть весь наш путь. То есть матрица судьбы – это такой энергетический паспорт человека. Он позволяет нам узнать, что из себя представляет человек. Я напоминаю, что матрица судьбы состоит глобально из трех элементов. Это октограмма матрицы, это карта здоровья и предназначения. Также есть четвертый критерий, который не виден на этой картинке – это расчет энергии года. В предыдущих курсах мы уже разобрались с вами с чакрами и познакомились с картой здоровья. Теперь я хочу познакомить вас с предназначениями, но не в классической версии, как это обычно везде трактуется, а исходя из своих наблюдений и соображений. И опять-таки этот элемент мы с вами будем рассматривать комплексно. Итак, в матрице судьбы выделяется несколько предназначений. Чаще всего выделяется три, но вообще их как бы четыре. Это личная, социальная, духовная и планетарная, которые достаточно редко кто-то выделяет, возможно из-за того, что люди не понимают смысла этого предназначения. Но в этом курсе мы с вами с этим разберемся. Итак, давайте начнем с технических моментов, откуда вообще берутся предназначения. В октограмме матрицы, то есть в таком своеобразном круге, у нас есть личный квадрат и квадрат рода. На моей картинке это не выделено как квадрат, потому что это табличка, которая составлена в Excel, и это было технически сделать неудобно. Но наверняка вы видели, как выглядят другие матрицы судьбы. Вот у нас есть личный квадрат и квадрат рода. Личный это как ромбик, и квадрат рода как квадрат выглядит. Вот на этой картиночке также видно расчет энергии года. Он идет по кругу слева направо. Маленькие циферки. Так вот, когда мы с вами рассчитываем предназначение, мы берем циферки с личного квадрата. В матрице судьбы у нас есть две линии. Линия неба и линия земли. Они как раз попадают на личный квадрат. Вертикальная линия, которая выделена на этой картинке, это линия неба. И для того, чтобы найти первую циферку предназначения, мы смотрим на линию неба, а именно на ее крайние точки и складываем их между собой. Здесь у нас 6 и 7. Мы их складываем, и у нас получается 13. Это первая циферка личного предназначения. Также у нас есть горизонтальная линия. Это линия земли. То же самое. Мы берем крайние две циферки, складываем их между собой, и у нас получается число 19. 1 плюс 18, получается 19. Это вторая циферка личного предназначения. И для того, чтобы найти главную циферку личного предназначения, нам с вами нужно сложить 13 и 19. Получается 32. Это больше, чем 22. И, соответственно, 3 плюс 2 равно 5. Таким образом, мы с вами нашли первое предназначение, которое называется личное. Далее ищем социальное предназначение. Также смотрим в октограмму матрицы, и теперь мы смотрим на диагональные линии. Та, которая выделена на этой картинке, это линия мужского рода. Точно так же мы берем крайние точки линии мужского рода, складываем их между собой, и у нас получается 14. Это первое число социального предназначения. Другая подобная линия – это линия женского рода. Мы точно так же складываем две крайние точки 8 и 6, и у нас тоже получается 14. Это второе число социального предназначения. И для того, чтобы вывести главную циферку этого предназначения, точно так же, как и в первом случае, нам нужно сложить между собой уже известные 14 и 14. Получается 28. 28 – это больше, чем 22. Соответственно, 2 плюс 8 получается 10. Таким образом, мы с вами определили социальное предназначение человека. Но у нас их 4, поэтому мы с вами выведем еще духовное и планетарное. Чтобы найти духовное предназначение, мы должны с вами сложить две главные энергии по предыдущим предназначениям. То есть 5 плюс 10 – получается 15. 15 – это духовное предназначение человека. И планетарное предназначение примерно по такому же принципу, но мы берем, опять-таки, две крайние точки. Главная энергия социального предназначения – 10 и духовное предназначение – 15. У нас получается 25. 25 – это больше, чем 22. Соответственно, 2 плюс 5 – получается 7. Таким образом, мы с вами нашли все предназначения. Наглядное видео о расчете предназначений в матрице судьбы есть на моих YouTube и Дзен-каналах. Итак, друзья, напоминаю, что в матрице судьбы выделяются 4 предназначения – личное, социальное, духовное и планетарное. Что же они, в принципе, сами по себе значат? Давайте сначала обратимся к классическим трактовкам предназначений. Итак, для начала разберемся вообще, что же такое предназначение. Цитирую одну из книг. «Это все то, к чему нам следует стремиться и к чему прийти в своей духовной и физической, ментальной и творческой работе над собой. Через свои предназначения мы себя улучшаем и самосовершенствуем. Помогают предназначению прийти в плюс – практики, молитв и медитаций, отслеживание своих мыслей и настрой на позитив, принятие и любовь – кармические проработки в матрице судьбы». Теперь каждое предназначение по отдельности. Личное. Цитирую. Личное предназначение человека формируется через соединение материального и духовного в возрасте от 20 до 40 лет. В этом возрасте человек занят самоопределением, накоплением опыта, материальным обеспечением, построением карьеры и созданием семьи. Если в этот период не удается реализовать свое предназначение, то в возрасте от 35 до 40 лет вас будут поджидать различные проверки судьбы, трудности или кризисы. И чтобы избежать негативных проявлений, нужно, если не реализовать себя полностью, то хотя бы приблизиться к вашему личному предназначению, понять, в чем оно заключается. И если этот период проходит легко, значит, вы находитесь на правильном пути. Социальное предназначение. Цитирую. Социальное предназначение – это что-то, что несет пользу для окружающих нас людей и мира. Реализация этого предназначения приходится на возраст от 40 до 60 лет. В этом возрасте необходимо реализоваться в социуме и передать накопленные знания и опыт. Это и задачи вашего рода. Чаще всего они приходят в минусе. И вам нужно стараться вывести их в плюс. Духовное предназначение. Цитирую. Когда человек решил земные задачи, он начинает заниматься духовными. Если вы совершили проработку социальных и личных задач, то духовные придут как бонус, в плюсе. Как правило, проработка этих задач происходит в возрасте старше 60 лет. Хотя эта энергия работает на протяжении всей жизни, и к ее реализации вы можете приступить гораздо раньше. Однако учтите, что в зрелом возрасте она к вам придет или в плюсе как вознаграждение, или в минусе как наказание. Ну и самое загадочное планетарное предназначение, которое многими не выделяется в принципе. Что это такое? Цитирую. Это высшая миссия, направленная на людей, природу и все живое в этом мире. Что ж, друзья, если с этим все понятно, то на этом и закончим. Всем спасибо за внимание, всем пока. Ну ладно, конечно, если бы все было так просто и все очевидно и понятно, не было бы этого курса. Раз все же мы еще не разобрались, тогда продолжим. Период влияния. Как мы уже обговорили, но я повторюсь. Как это трактуется классически обычно? Личное предназначение наступает от 20 до 40 лет. Социальное от 40 до 60, духовное действует параллельно с другими всю жизнь, и планетарное наступает лишь тогда, когда вы проработаете предыдущие три предназначения. Если человек осознал свое личное, то есть первое предназначение, то социальное, второе, может наступить раньше, чем в 40 лет. А если человек не осознал личное предназначение вовремя, то есть до 40 лет примерно, оно будет настигать его и дальше в социальном и так далее. То есть оно же не проработано, то есть оно не понято. Соответственно, оно будет догонять человека. И еще один классический момент. Традиционно все трактуют предназначение точечно, то есть отдельно. Большинством специалистов, которые работают с матрицей судьбы, предназначение трактуется отдельно, исходя из возраста человека. То есть, например, если человеку 25 лет, то смотрят его личное предназначение, потому что оно реализуется человеком примерно до 40 лет. А если человеку 48, например, то это уже социальное. Вместе с тем некоторые обозначают духовное, потому что оно все же активно параллельно с первыми двумя. Итак, с классическими трактовками мы с вами познакомились, и теперь переходим к комплексному прочтению предназначений в матрице судьбы. Я хочу вас познакомить с немного другими трактовками и со своими наблюдениями, которые, я надеюсь, будут вам понятны и интересны. Итак, друзья, возможно, раньше вы думали, что предназначение – это такое нечто, что позволит человеку особо ничего не делать и при этом жить припеваючи. Это популярное представление. Однако предназначение – это скорее ключевая роль человека, которую он исполняет, проживая свою жизнь. И эта роль касается как его самого лично, так и других людей. Учитывая, что душа в лице человека живет, чтобы повышать свой собственный уровень осознанности, предназначения, которые я бы скорее назвала задачами, сразу теряют свой ванильный флер и уже отнюдь не кажутся такими безоблачными. Ведь путь от невежества к просветлению ума и мудрости не лежит через ромашковые поля. Но согласитесь, что когда мы можем через что-то подсмотреть в свой заложенный судьбой путь, уже становится как-то проще жить. И, собственно, матрица судьбы дает нам такую возможность. Она раскрывает числа наших с вами индивидуальных задач, которые трактуются при помощи нумерологии и таро. И, соответственно, у всех людей эти задачи разные. И даже когда эти задачи абсолютно одинаковые, то есть в матрице судьбы одинаковые предназначения у разных людей, при том, что у них разные матрицы, это не значит, что их жизнь должна быть одинаковой. Это не значит, что их предназначения, а точнее энергии, которые стоят в предназначениях, реализуются абсолютно одинаково. Это не так. И именно об этих интересных моментах и тонкостях я рассказываю на своем курсе «Предназначение в матрице судьбы». Курс получился достаточно объемным и информативным. Он состоит из 12 видеоуроков. Также я написала для вас методичку по предназначениям. В курсе вы найдете даже финальное задание для самых смелых. В курсе «Предназначение в матрице судьбы» мы с вами разберемся и с классическими трактовками, и с моими авторскими. Посмотрим на все предназначения не точечно, отдельно, а комплексно. То есть все четыре предназначения вместе. При этом мы еще и затронем тему чакр, карты здоровья. Я раскрою вам секреты карты здоровья, которые также связаны и с предназначениями. Продемонстрирую буквально вам часть методики комплексной работы с матрицей судьбы. То есть я всегда говорю о том, что с матрицей судьбы нужно работать комплексно. То есть нужно учитывать и октограмму, и карту здоровья, и предназначение, и еще много чего. И только так мы сможем собрать реальную картину жизни человека, его жизненного пути. И более того, друзья, наши предназначения будут не безликими, а разбирать мы их будем на примере жизни Мэрилин Монро. Этот курс получился очень наглядным и очень увлекательным. Я приглашаю вас на него, и информацию о нем вы найдете по ссылке под этим видео. Обнимаю, Таня.